МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемы с водоснабжением, вопросы медицины и образования. Акимобласти провел прием граждан. В регионе полицейские спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с водонапорной башни в селе Смирнова. 28 семей региона приняли участие в конкурсе Мирильды от Басы. Кто стал победителем? Акимобласти провел прием граждан. Среди обратившихся североказахстанка Туты Турусова. Она приобрела участок в селе Тепличном Казалжарского района. Провести воду на эту улицу район Акимат обещал еще в прошлом году, но этого не сделал, говорят сельчане. Выделили сельства в текущем году, взаимодействие в сумме 4,6 регионов тенге. Отнести конкурс на сегодняшний день. Конкурс у нас состоялся, заключили договоры. Часть поселка все еще не имеет разводящих сетей. В октябре этого года будет готова только проектно-сметная документация. Значит, на централизованное водоснабжение можно рассчитывать не раньше следующего года. Решить вопрос на районном уровне не смогли, отметил Акимобласти. Разобраться в вопросе он поручил профильному управлению и своему заместителю. Айдар Бексапаров отметил, что этот вопрос будет на его личном контроле. Следом со своим вопросом обратился Анатолий Давидкевич. У его супруги около 8 лет была третья группа инвалидности. И в этом году женщину почему-то с нее сняли. У него было три операции на позвоночник. Потом обнаружили рак в почке, удалили почку. Произошел инсульт. Сейчас у нее алкоголь головного мозга. Она стоит на учете, все давление. У нее там болячек выше крыши. На каком основании они, кажется, сняли вот эту инвалидность? Недоволен Анатолий работой медорганизацией. С тяжелым заболеванием его супруга вынуждена мотаться по поликлиникам и больницам. Акимобласти поручил разобраться в этих вопросах и помочь семье Давидкевич, а также решить вопрос с инвалидностью. А Иганам Апасова здесь от лица выпускников медицинского факультета. Они обучались на гранте 5 лет. И сейчас стало известно, что дальнейшую интернатуру они должны пройти за свой счет. Клиническую практику без интернатуры у нас не пустят. Нам сейчас нужно обязательно пройти интернатуру 2 года. Но это извините, тоже не маленькая сумма. Мы узнаем за месяц до учебы то, что мы должны оплачивать сами. Акимобласти поручил руководству управления здравоохранения внести предложение по этому вопросу. Агирим Хамзин, Александр Янсен, МТРК. В Бескольской центральной котельной идет капитальный ремонт. Начали его 20 июня. Полностью отремонтируют три котла. Всего их 8. Также меняют и промывают теплообменники электродвигателей. В целом обновляют всю механическую часть котельной. Она была построена в 2012 году. И каждые 3-5 лет необходимо было приводить здесь все в порядок. Однако делают это только сейчас. У нас сейчас готовится проектно-смертная документация. Согласно предусмотренных средствам областного бюджета, мы планируем провести работы по установке дополнительных насосов. Исходя из прошлого сезона и прошлых лет, фактически у нас были вопросы по гидравлике. Центральная котельная села Бесколь у нас утапливает порядка 138 объектов. Это 1300 абонентов. Более 20 у нас бюджетных организаций. Сейчас по этому вопросу готовится проектно-смертная документация. После прохождения экспертизы установят насосную станцию, которая улучшит работу теплотрассы, уверяет заместитель Акима района. Закончить ремонт в котельной планируют до 20 августа. Затем к ней подключат Бескольскую среднюю школу номер 3. Открылось учебное заведение в 2020 году. На школу действовала гарантия 3 года со стороны строительной компании. Они обслуживали котельную, мы сами топили. В отопительный сезон нанимали кочегаров. Иногда были с теми трудности. Надеемся, что будет хорошо с центральным отоплением. Главное, чтобы детям было тепло, говорят в школе. Всего здесь обучаются 384 ребенка. Для них создаются необходимые условия. Диана Салихова, Вадим Мударисов, МТРК. В этом году на проведение капитальных ремонтов по программе АОЛ Ель БСГ выделено 4,3 миллиарда тенге. Это позволит отремонтировать 49 объектов образования. Под эту программу попала и Козелоскерская средняя школа Мамлюдского района. Учебное заведение построили в 1975 году. Капитальный ремонт здесь проводится в третий раз. В этом году на школу-интернат выделено 150 миллионов тенге. Реконструкция началась 2 мая. Трудятся на объекте 13 рабочих. В данной школе будут заменены все окна на пластиковые. Полностью будет заменена система отопления. Полностью заменена система электроснабжения. Также будет произведено частичное выравнивание стен и потолков в здании. Согласно данной программе, через центр занятости на данном объекте работают трое работников. Последний капитальный ремонт выполнила ТО «Козелоскерская» в 2020 году. Тогда поменяли кровлю школы и окна на первом этаже. А также уложили асфальт вокруг школы на 10 миллионов тенге. Также он оказывает помощь в приобретении спортивного инвентаря. И оказывает услугу питания с нулевого по четвертый класс. И по необходимости семьям старших учащихся также бесплатное горячее питание за счет ТО. А сэкономленные деньги, выделенные в рамках программы АУЛ ЕЛБСГ, направят на другой проект. Здесь намерены проложить стометровую теплотрассу. А еще на модернизацию школы выделено 141 миллион тенге. На эту сумму заменят парты и мячи для спортзала, а также кухонное оборудование. Ремонтные работы в учебном заведении должны быть завершены 15 августа. Правила прохождения техосмотра изменились. Теперь диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулированы. А владельцу авто будет направлено СМС-сообщение от 14.14 о необходимости повторного прохождения технического осмотра. Затяжной поворот, подъем и спуск, угроза выхода на трассу животных, на дорожную безопасность влияет множество факторов. Сотрудники батальона патрульной полиции ДПСКО сняли видеоролик для социальных сетей, в котором рассказали об аварийно-опасных участках автодороги Астана-Петропавловск. От Мазара до Орла-Ваша повышаем внимание. То есть очень сложный участок дороги. Тут у нас имеется затяжной поворот. Идти на обгон фур очень опасно. Кроме того, здесь находится пастбище. Есть вероятность, что домашний скот выйдет на дорогу. В этом году между селами Астраханка и Оролагаш произошло 4 аварии. В них пострадали 11 человек. Дальше на трассе есть подъемы и спуски, пешеходные переходы, места возможного появления животных и участки, где статистически много аварий. Это самая оживленная трасса на территории области. Сегодня мы используем новый формат информирования населения. Сотрудники батальонного патруля полиции совместно с пресс-службой областного департамента полиции снимают ролик для социальных сетей. В нем инспектора службы расскажут о наиболее сложных и опасных участках автодороги. Надеемся, этот ролик будет полезен водителям при поездках по области. С начала года на автодорогах республиканского значения в регионе произошло 26 ДТП, в которых 5 человек погибли и 62 получили ранения. Агирим Хамзина при содействии пресс-службы областного департамента полиции. На днях в дежурную часть отдела полиции Акаинского района поступило сообщение мужчине, который забрался на вершину водонапорной башни в селе Смирнова. 44-летний местный житель настаивал на том, что хочет спрыгнуть с нее. Времени на раздумья не было, сказал полицейский. Переговоры с земли взял на себя первый заместитель начальника районного отдела полиции Руслан Байжанов. В это время Александр забрался на крышу башни. По лестнице сразу поднялся на верх башни. Учитывая эмоциональное состояние мужчины, главная задача была не спровоцировать его напряжок. Поэтому я вступил к переговору с мужчиной, старался его успокоить. Когда это удалось, Александр взял мужчину за руку и уговорил спуститься вниз. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов и медиков, трагедию удалось избежать. Сельчанином работают специалисты. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. 18 нарушений религиозного законодательства выявили полицейские СКО с начала года. Из них 6 фактов – это ВОЗ запрещенной литературы. По информации пресс-службы департамента полиции Североказахстанской области, на контрольно-пропускном пункте Жаножол, на границе с Курганской областью Российской Федерации, иностранцы пытались провести запрещенные религиозные книги зарубежных проповедников. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Полицейские напоминают, что распространение таких материалов допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования и в специальных стационарных помещениях. В Академии Национальной Гвардии начала работу приемная комиссия. Документы принимают по 8 специальностям. Абитуренты приехали из разных регионов страны. Сначала они проходят психологическое и медицинское обследование, а также проверку на физическую подготовку. Затем к этим результатам добавляются баллы, полученные на ЕНТ. В текущем году в военное учебное заведение примут 200 курсантов. Из Таджикистана еще 10. Также впервые в Академии будут учиться магистранты. Всего 12 офицеров. Первый крик, улыбка, смех, неловкие шаги. Увидеть и услышать их мечтают практически все супружеские пары. Будущие мамы и папы строят планы о том, как они станут родителями и в их жизни начнется новый счастливый этап. В реальности в Казахстане 20% семейных пар принимают решение расстаться из-за бесплодия. Относиться к этому как к приговору не нужно, считает врач-репродуктор. Истолог областного перинатального центра Виктор Проценко. Особенно с учетом того, что государство делает все возможное для пары, у которых по тем или иным причинам не получается зачать ребенка. До 2020 года выделялось в принципе на программу ЭКО в Республике Казахстан в системе ОСМС. Порядка тысячи квот. С 2021 года выделяется 7 тысяч квот. Поэтому это очень хорошая помощь от государства людям, которые желают иметь ребенка с помощью программы экстракорпорального благотворения. С ее помощью с 2020 года в Казахстане родились 3200 детей. Именно тогда в нашей стране была запущена государственная программа Ансахан Саби, благодаря которой увеличилось количество выделяемых квот. В 2021 году с началом программы Ансахан Саби в системе ОСМС было выделено на Североказахстанскую область 217 квот. Роды происходили уже в 2022 году. 103 родов было у нас. Из 103 родов у нас родилось еще 16 двоем. В 2022 году было выделено 201 квота. За 6 месяцев произошло 48 родов. Из них 7 двоем. Тоже хороший результат. И в 2023 году квот выделено 190. Из них 120 уже распределили между теми, кто в них нуждался. 117 женщин сдали необходимые анализы. Их сбор в среднем занимает 1,5-2 месяца. И уехали в центре, который специализируется на ЭКО. Таких в Казахстане свыше 20. Одни из самых лучших находятся в столице. Туда после всех обследований планируют поехать супруги Алина Зябликова и Владимиру Шнаренко. С супругой мы вместе 5 лет. Все 5 лет мы пытаемся завести ребенка. Но естественным путем у нас не получилось. Мы обратились в нашу местную больницу по Казахстанскому району. Нам посоветовали обратиться репродуктологу в больницу. Мы записались к Виктору Федоровичу. Он нам объяснил, что есть такая программа, по которой мы можем участвовать по квоте. Мы идем вперед. Не останавливаемся ни на чем. Мы дойдем до цели, я думаю. Я буду рад вообще любому полу. Мальчику, девочку. Мы соберем футбольную команду. Нарожаем много ребятишек. В программе Ансахан Саби есть ограничения по возрасту. Женщины старше 42 лет не могут ею воспользоваться. Репродуктолог Виктор Проценко отмечает, что за помощью к нему приходят североказахстанки в возрасте от 30 до 35 лет. Опытный специалист объяснил, что в случае неудачи воспользоваться государственной квотой можно повторно. Такая возможность женщинам предоставляется раз в год. Кроме того... Делают и делают эко-перенос. Распределением квот занимается специальная комиссия при областном управлении здравоохранения. Вот что показал анализ специалистов ведомства. К сожалению, не все районы подали на экс-корпоральное управление. То есть это вот Таиншинский, Браджу Мобаева, Джарский и Истильский районы, они не подали заявки. К сожалению. Необходимо отметить, что одна процедура стоит порядка от миллиона до полутора миллиона. За страхованные граждане получают данную услугу бесплатно в рамках обязательного социального страхования. Не проявили интереса квотам для участия в программе «Ансахан Саби» здравницы Каинского, Мамлюцкого и Тимирязевского районов. Активнее всего помогают бесплодным парам обрести долгожданное счастье медицинские учреждения областного центра и Кызылжарского района. Дарья Пашмынцева, Шерния Сыманов, МТРК Семья – это дом, где царит любовь, уважение и уют. Так считают все участники конкурса Мирилео Дбасе. Он проводится каждый год с целью популяризации института семьи. Сегодня были объявлены итоги областного этапа. Финалистов приветствовал заместитель Акимобласти Саджан Аблалиев. Как отметил глава государства, крепкая и счастливая семья – главная составляющая гармоничного общества и надежная опора государства. В семье взращивается фатриотизм, ответственность, добропорядочность. В конкурсе приняли участие 28 семей со всего региона. Каждая из них подготовила свою летопись. В видеопрезентации они поведали свою историю и достижения. Их можно увидеть на экране в момент награждения. Мама, обратите внимание, Лариса Александровна является членом совета деловых женщин при филиале Козылжарского района. Лариса Первушина – бизнес-вумен и многодетная мама, а также общественный деятель. В ее семье пятеро детей. Старшему сыну Ларисы уже 20 лет, младшему – 8. На вопрос, как Лариса все успевает, и за домом смотреть, и детей воспитывать, и бизнес развивать, она скромно отвечает – любовь и уважение близких. На самом деле особо секретов нет. У меня нет такого человека, перед кем бы я должна отчитаться, что я успела, что я не успела. То есть, главное, чтобы дети были накормлены, но опять же, в силу своей занятости, бывает сезонная такая занятость, моя семья очень меня поддерживает. И получается, бывает, и готовкой занимается семья, и муж занимается. Поэтому огромное спасибо именно моей семье за поддержку и понимание. Семья Первушинах уже не первый раз принимает участие в конкурсах. Лариса признается, что подобные мероприятия еще больше объединяют семью, поскольку они вместе готовятся, вкладываются, так сказать, в общее дело. Областной конкурс стартовал в начале года. Сейчас награждаем по номинациям. Те, кто заняли призовые места, отправятся на республиканский этап. Всего по стране участие примут 15 семей. Для участия семьи прислали видео и фото. Кто-то пришел с медалями. Каждый рассказывает историю своей семьи. В каких конкурсах участвовали, какую общественную пользу принесли и тому подобное. Наградили участников по шести номинациям. По итогам третье место заняла семья Жена Тугановых из района имени Габита Мусрепова. Второе место – Бигбалатовы из Козылжарского района. А почетное первое у Яскеновых из Уалихановского района. Диана Салихова, Вадим Ударисов, МТРК. Фотография – это искусство. С помощью камеры можно передать настроение, характер, историю. Фотографировать для меня – это пережить момент и передать его. Это слова североказахстанского фотокорреспондента Талгата Таныбаева. За 18 лет трудового стажа он собрал большой архив фотографий. Сегодня часть снимков можно увидеть на выставке в арт-центре Козылжар. Она носит название «Туганжер». Часто выезжаем, к примеру, в районы. В районы, когда едем, мы едем в отдаленные аулы. И там я стараюсь запечатлеть красивые места, красивых людей, интересных людей, природу. Сложности только нет, это все навык. Вначале, конечно, не получается, а потом уже со временем, мне кажется, любой человек может научиться. Закончив университет, я какое-то время ходил на телевидение. Там у меня были знакомые, работали, я ходил и смотрел, как они снимают, как работают. Это было по душе. Все эти фотографии сделаны во время сбора материалов для местной газеты. Здесь есть портреты, пейзажи и многое другое. Я не придерживаюсь определенного стиля. Я просто так вижу, признается Талгат. Фотография была сфотографирована в прошлом году. Это были национальные игры. Они проходили в районе Шалакына, вблизи города Сергеевка. Это национальная игра «Кокпар». Когда снимаешь вот эту игру, сам загораешься азартом и охота прям поближе к ним подойти. Здесь можно поймать моменты. Здесь она очень такая эмоциональная. Когда парни играют в эту игру, там всякое бывает. Поздравить фотографа с его первой выставкой пришли близкие, друзья и коллеги. Амангельдебик Муратов проработал с Талгатом 13 лет. Многому научил его, чему-то научился и сам. Он горд успеху своего друга и искренне восхищается его талантом. Он очень такой степенный. В нем нет этого снобизма, хороства. Он четко знает свою работу. Он ищущий работник. Он постоянно в поисках. Вот видите, по его фотографиям, какие моменты он отразил. Вот, например, фотография Буркача. Вот смотрите, как он, как будто они два друга. Такие два друга близких, которые ему что-то подсказывают. Надо что-то делать. И вот он так внимательно слушает, да, какой момент он поймал. Так что не поймаешь, вот это же вообще он динамичнее птица. Она же не сидит на месте. На выставке представлено 30 работ. Еще 15 показали на экране в виде слайд-шоу. Диана Салихова, Вадим Ударисов, МТРК. Да. И вот ideally, он сказал, скажу себе, Редактор субтитров А.Семкин